Приходской центр при Гребневском храме тренер Петр Демченко пришел по зову сердца. Занятие с детьми начал полгода назад. Брал всех, кто хотел и мог заниматься греко-римской борьбой. Имея большой тренерский опыт, Петр Станиславович начал с озов, шаг за шагом приучая ребят к культуре поведения на борцовском ковре. Греко-римская борьба, если даваться в историю, это самая первая борьба, которая произошла. То есть само название – греко-римская. Это еще первые олимпийские игры была греко-римская борьба. То есть это начало-начал. Пусть другие борцы не обижаются, но это самая древняя борьба. Ребенок, если он талантливый, если он дальше будет заниматься и бороться, все это сборная области, сборная страны, ну и, естественно, и мировые результаты. Занятия по греко-римской борьбе проходят три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Для достижения высоких результатов спортсмены готовы к ежедневным тренировкам. Вольная борьба считается идеальным видом спорта для мальчика. Она развивает ребенка физически, закаляет волю и формирует характер. Большое внимание уделяется и духовной составляющей. Идейным вдохновителем занятий выступает Одинцовское крыло Всероссийского движения православных патриотов «40-40». В Одинцово само это движение у нас зародилось относительно недавно, меньше года. За это время получилось из деятельности провести, скажем так, несколько турниров по гиревому спорту, мастер-классы. И также организовать бесплатные тренировки для детишек здесь, в Приходском храме. И также всячески проводится общение с детьми из детского дома второго в городе Одинцово. И мастер-классы проводят ребятам, мастера спорта именно по смешанным единоборствам Эдуард Адян. И мастер спорта по боксу Александр Коваль. Быть сильным телом и духом к такому двуединству стремятся тренеры и уже выставляют ребят на состязание. Одинцовские борцы в марте принимали участие в соревнованиях в памяти Виктора Шейна и вошли в призеры. Впереди турнир по гиревому спорту, который активисты движения «40-40» планируют провести ко дню победы. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.